доброе утро хорошие люди здравствуйте мои подписчики и гости моего канала я рада приветствовать вас на моей кухне у нас у зима нужно убирать все что вы вырастили в огороде и также у меня нужно убирать помидоры огурцы последние нужно сеять сидираты я собрала свои помидоры и заметила что на некоторых кустах поселилась фитофтура поэтому помидоры с тех кустов я им просто не доверяю я их не положила на дозаривание я их прогрела в горячей воде и сделала из них салат из зеленых помидор и сейчас я вам предлагаю посмотреть как я это делала и может быть вам понравится и вы сделаете тоже потому что дозаривать помидоры зеленые и всегда получается очень много идет в отходы ну и мы начинаем так дорогие мои друзья вот в этой чашке я натерла килограмм моркови нарезала килограмм перца сладкого красного болгарского или у нас в германии называют паприки паприка и это все надо перемешать и три килограмма помидор зеленых и оставить на 2-3 часа чтобы помидоры дали сок вот так прижмем и оставляем на 2-3 часа наш салат отстоялся и мы должны отжать горький сок у меня почему-то никогда не бывает этого горького сока все время сладкий так тогда я не буду его отжимать потому что я вижу что на дне абсолютно ничего нет и мы продолжаем ну что дорогие мои друзья мы готовим заливку для салата для этого мне нужно уксуса 9 процентного 150 электро сахара 300 грамм и туда же выливаем 300 грамм растительного масла у меня это подсолнечное и доводим до кивения а 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 Нашу заливочку, наш сиропчик, наш сиропчик закипел, добавляю лавровый лист и перец горошком. И заливаем горячей заливкой наш салат. Ставим салат варить, регулярно помешивая. Мой салат закипел. Я должна проварить его 30-40 минут. Вот как-то так. По желанию можно добавить немножко острого перца. Вот у меня есть небольшой кусочек. Сейчас добавим пару колечек. Я добавила 5 колечек слабоскучего и перони. Салат потихонечку уменьшается в объеме и становится легче мешать. Ну что, мой хороший салат продолжает кипеть. Он уже такой сочный стал, красивый. Я добавила 1 чайную ложку молотого кориандра с горкой. Ну почему-то я считаю, что в этот салат кориандр добавить можно. Он будет ароматнее. Когда этот рецепт у меня появился, это было очень давно. Но я бы сказала, что до 90-го года это 100%. Тогда не было ни кориандра толком. Может и был, но как-то мы его сильно не использовали. Мы продолжаем варить салат еще 20 минут. Посмотрите, какая красота. Зимой вообще это будет здорово. А кроме этого мы не дали нашим зеленым помидорам испортиться. Это в том случае, когда вы сняли зеленые помидоры. И на них уже не на помидорах, а на кустах помидор. Уже увидели фитофтору. И вы не уверены, что эти помидоры будут дозариваться. Вот в этом случае можно спокойно сделать вот такой замечательный салат из зеленых помидор. Описание для этого салата я оставлю вам. Или рецепт оставлю вам под описанием. Ну что, мои хорошие, наш с вами салат готов. Он получился очень красивый. Разложила я его по баночкам. И баночек получилось 7 штук 700 граммовых. Что я должна еще добавить? Я забыла сказать, что я положила 5 столовых ложек соли. Но все это будет в описании. Поэтому ничего страшного. Ну вот как-то так. И до новых волнующих встреч. А салат мы сейчас накроем теплым полотенцем. Продолжение следует. Да.